Всем привет, ребятки. Мы сейчас с Женей идем в кино. Будем смотреть «Боевичок». Надо идти прогревать. Все, застегаем и отправляюсь. Женя, машина прогревает. На боевик идем. Сейчас время, кстати, 10 часов вечера. На ночную прогулочку. Ребятки, садимся в авто. Девочки, я не знаю, как у вас, а у нас еще Новый год не закончится. Елочки все еще по-прежнему в убранстве новогоднем. Ну, конечно, не все, но тем не менее. Вот. И мы мчим по ночному городу в наш кинотеатр. Сейчас попьем кофеючку, как обычно, но как без кофе ехать в кинотеатр? Ну, это же не невозможно. Просто, конечно, можно бы там было, зайти в кафе, но смысл. Мы сегодня уже в кафе были. Посидеть, заходить в кафе как-то не хочется. Да и времени у нас не так много осталось. Мы сейчас заезжали еще в магазин, и нужно было кое-что купить. Пятерочку. Еще не закрыто. На удивление, я еще даже не знала как-то, не задумывалась над тем, до скольки работает Пятерочка. Но время вот уже почти десять, не почти, а половины десятого. Вот. Получается, наверное, на десяти. А может, даже до одиннадцати, я не знаю. Может, кто-то работает в Пятерочке. Пишите в комментариях, вы знаете. Вот так вот, ребятки. И сейчас погоним. Вообще, конечно, это не мой формат. Я такой не очень люблю, боевики, но Жене тоже нужно смотреть, да, что-то. Поэтому я за компанией. Но иногда, если вот что-то прям такое очень интересное, кстати, русский какой-то появился, то я могу увлечься сюжетом, и даже боевик станет мне неинтересен. Вчера посмотрела, ну, по-моему, ноутбуку. Фильм «Почка», сериал. Я за целый вечер, пока я сидела, делала видео, а чтобы вы понимали, на мастер своего дела я делаю несколько часов видео. У меня это заняло, наверное, часов двенадцать где-то. Ну, конечно, в промежутках я еще отвлекалась, но тем не менее. И вот за это время, пока я монтировала, да, там описывала, все делала, я как бы сделала, сделала вот, посмотрела еще сериал. Сериал мне понравился, кстати, могу рекомендовать, честно. Очень даже, несмотря на то, что как бы комедийный сюжет, но вовлекает, и действительно жизненного там вот очень прям много. начинаешь переоценивать жизнь и сравнивать, да, с собой сопоставлять сюжеты. Там все-таки о родственных узах, да, о кровных, о родстве говорится. Вот, как говорится, родственники, они такие бывают разные, а вы говорите. Так что посмотрите, рекомендую. А вот и кофеечек приехал. Все в твоих руках, ребятки. Ну что-то я даже без сарказма сказала. Кстати, характер у меня абсолютно, вы правы. Вот сто процентов, кто пишет, невозможный, невозможный, просто жутчайший. Вы могли бы даже мне этого не говорить, я же сама знаю. Ладно, все, приятного аппетита. Приехали, сейчас перейдем. Наконец-то елку здесь убрали, ребят. Извинюсь, погнали. Ладно, мне дай лапу, потому что я могу подсказаться. Ну, ребят, надо на каблуках, а здесь очень скользко, я вам скажу. Видите, лед блестит. Ну, все тает. Ну, скользко, скажи. Одночный, минус, сейчас вот ноль. Скорее всего, минус один больше. Ага. И все, и начну подбирать, поджимать. Уже нет воды, уже лед, асфальт сухой, машины не зря помыли. Да. Кстати, хорошо помыл, да? Не? Не понравилось ей. Куда больше не помыл. Женя, а сколько ты отдал за мытье машин? Расскажи девочкам. Ну, что, тебе жалко, что ли? Ну, скажи, не жадничай. 350 рублей. 350 рублей, девочки. Мне жалко просто парню стало, я ему добавил 50 рублей. И отдал ему 350 рублей. Ну, это правильно. Ладно, пойдемте. Потому что ты очень молодой. Молодой? Ладно, здесь. Где сразу? Здесь. Так, идем. Что, покупать? Так, ребятки. Что, не будет кино? Не будет? Нет? Кина может не быть. Кончилось все электричество. На самом деле, просто никого нет. Мы живем, мы живем абсолютно вдвоем. Вот она, глубинка, да? Как жить в деревне. Ладно, с комментарием. Как вам будет процессор? Я не сегодня подстригся. Так что, вот так, ребятки. Сейчас подождем несколько минут. И, скорее всего, из нас двоих, из нас доих не будет. Так, включу. Так. Все, ребятки. Вышли. С кинотеатром. Время 10 часов, чтобы вы понимали, да? Кино не было. Два человека целых. Два. Чтобы вы понимали, это я и Женя. Пришли. Пришли в кино. В кино не было. Вот зачем я с кино на голове? Зачем я собирала? Вернем камеру, чтобы не пугать народ. Все, ребятки. Домой. Домой. Нет. В принципе, есть по большому счету, можно было настоять. Да. Они бы включили. Но смысл. Зачем? Вот они стоят мнутся и мы стоим. Да я так не хочу. Да. Просто, ну как-то. Нам предложили, они спросили. Хотите, давайте. Ну. Уже не хотим, честно. А что, плохо помыть? А что, плохо помыть? Смотрим. Что? Видишь, прям вот треугольник. Видишь, не пройдет на треугольник. Издалека хорошо видно. На черном цвете. Ну да. Черный цвет – это просто сила. Хорошо смотрится. Так, все. Погнали. Домой. О, а рядом Каптур стоит. Ха-ха-ха. Хотела в него сесть, но не буду. Ты что, прям туда, да? Да нет. Я вот в это, я уже тут привыкла. Все, домой, ребятки. Пешеходы ночные. Вот, ребята, а в середине недели, что можно говорить о нашем городке в середине недели? После десяти часов, в какой жизни он живет? Спящий. Спящий. Сейчас как раз и можно по… Люди… Вот смотри, грубо говоря, да? Пешехода уже не встретишь. Ну, редко если. Только вот такси стоят, да? Едут машины. Он… Нет, глянь, обманул. Он пешеход какой-то за углом побежал. Ха-ха-ха. Нет, ладно, это все шутки. А так, по большому счету, Усмин вымирает, грубо говоря, после десяти часов в Усмине все, закрывается практически все. А, я не знаю, ночные кафе, вот два. У нас ночных. Это причал, вот он. Ага. Или как он там, сейчас я не знаю правильно, как он называется. Ну, хрин, наверное. А? Грин, нет. Грин, это тот. А это, я не знаю. Грин, это тот, это, я не знаю. Грин, это тот тоже. Ээээ… В принципе, все равно Можно куда-то сходить Но культурной жизни нет Давайте будем честными Я, конечно, не знаю Я засправедливаюсь Все просто стали Слишком такими Домоседами Сейчас всем подавай интернет Всем Сейчас даже летом вспомню Мы ходили, да? Просто прогуляли Сидят два молодых человека Один сидит в телефоне Вторая сидит тоже в телефоне И друг другу пишут смски Когда так не могут Сейчас с этим уже проще стало Честно скажу Как-то осадочек неприятный есть Все-таки я собиралась Сейчас мы поедем И знаете, вот мы обычно с Женей Восемь часов Как-то на киносеанс А тут в десять еще Как-то мне говорят Поздно Да ладно, что там поздно В десять часов Нормально Сходим Сходи Ой, вообще Ну, не знаю Если сильно не напьемся До с третьего числа Значит, от 24-го Пойдем на восьмичасовой А, он уже 80 фильмов Однажды в пустыне, кстати Ребят, фильм Который мы хотели посмотреть Называется Вот Наш российский, я так понимаю Ну, я не буду рассказывать про эту Могу Где-то здесь вот, да Что-то можешь рекламу сделать Да ладно, пусть ребята работают Смысл я не вижу Ну, молодые начнут они нормально Может быть, у меня машина просто тяжелая Чтобы помыть черный цвет Да? Ну, опять же, вот куда я гоняю всегда, да А я гоняю в Дирос нефть Заправка у нас там Есть мойка Моют женщины Честно скажу После них, как выгоняешь машину Даже придраться не к чему Все идеально В такой степени все вытирают Двери открывают Пороги протирают По большому счету Женщины всегда чтюля Да не из-за этого, малыш Просто они относятся к своей работе Просто по-человечески Я считаю так Ну, да Раньше ездил, видишь, я на Калину гонял машину Были мне там Первый раз более-менее нормально Она белая была там, да? Говорят, что нет Второй раз погнал Говорю, вы мне полироликой пройдите Все, в салоне пропылесосьте полностью В комплексе я делаю В машине Ну, и что ты думаешь? Они мне взяли тряпку и от полироли все стекла нахерачили Я хотел раз вернуться, заставить поехать Но у меня времени Работа, надо некогда было Кататься туда-сюда А так, в принципе Физически не показывает, да? Потом, грубо говоря Стоит диван Он до такой степени жесткий Короче, он сбит из досок И на нем постелено какое-то маленькое-маленькое покрывало Короче, тоненькое Я сел и развернулся Ну, сразу встал Короче, ну, удовольствие Сервис просто огонь У них там Может быть, из-за этого люди и не едут к ним туда И не поедут, да? Говорю, сидеть вот так вот мерзнуть Как я мерз, да? Ну, мало приятного Честно скажу Вот, включился более-менее вид Нормально Не знаю, почему он так переключается, ребята Просто говорю, что везде отношения У меня даже пусть в сервисе грязно, да? Там, но я не говорю, что там у меня идеальный порядок Да, там где-то на диван кто-то может быть, да? Там и сядет в грязных вещах Ну, это сервис Это сервис Но, опять же, понимаете, в чем смысл? И то клиенты приезжают, садятся у меня как-то аккуратно все Нет ни у кого никаких таких нареканий, да? Может, кому-то что-то не нравится Просто они молчат Но это явление У всех все по-разному Да все, оставь Вставь, мы приехали в гараж, ребята Загоняем авто Что-то камера у меня Я не знаю, почему она так в темноте реагирует на свет Ладно В кино не получилось сходить Вы уже поняли Пожаловалась вам чуть-чуть Ну, вообще не жалуюсь Это я так Все нормально Сходим в другой раз, значит Ну, что поделать Я знаю, в каком городе мы живем Поэтому Поэтому вот так Ладно Все, всем пока, мои дорогие Хорошего настроения Скоро увидимся Она в гараж еле влезает Та влезала предыдущая Более хорошо А это и местечко мало Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok